Здравствуйте, дорогие городники! Я уже много лет сам выращиваю рассаду томатов. И сегодня хочу поделиться своими способами посева семян томатов для выращивания сеянцев, чтобы в дальнейшем вырастить качественную рассаду. Итак, способ первый, самый простой. Он подойдет тем, у кого есть заготовлены свои качественные семена, в которых вы очень уверены, которые чистые, с хорошей схожестью и очень хорошо хранились, то есть вы в них полностью уверены. И у вас есть собственный заготовленный грунт, тоже качественный, в котором вы тоже также уверены, который питательный, у которого хорошая воздухопроницаемость и так далее. То есть состоит который частично из песка, торфа, биогумуса или какого-то хорошего качественного компоста. Вот такой грунт у меня есть, свои семена у меня тоже качественные есть. И что мы делаем? Для этого нам нужна небольшая вот такая вот емкость, вот которых я иногда зову бабаечки. Желательно талая вода, либо отстойная вода, либо колодезная тоже вода, но она должна быть нагретая температурой не менее там 25 градусов. То есть вода достаточно тепленькая должна быть. Такая комнатная температура. По крайней мере, если у вас дома 25 градусов, то и вода будет комнатной такой же температуры. Мы грунтом заполняем, не доходя до краешка сантиметра, заполняем эту емкость. Просто сеем необходимое количество семян. Вот на такую емкость надо посеять не больше 15 штучек. 10-15, то есть вы видите, если вы хотите больше, то вам надо значит естественно и большую емкость, то есть более широкую. Высота емкости должна быть не высокой, вот сантиметр 4, это вот самый такой оптимальный вариант, где-то около 4 сантиметров. То есть она не должна быть глубокой, чтобы там не заставилась вода и корни слишком глубоко тоже не уходили. Очень потом будет проблематично извлекать сеянцы. Что хочу сказать немножко еще про грунт, именно про влажность. То есть его предварительно желательно увлажнить, и он должен быть не сырой, а просто слегка-слегка влажный. То есть он не должен совсем рассыпаться, а как бы когда мы его сжимаем, вот он должен вот такой небольшой комочек как бы сделать, но нигде вода течь не должна, и он потом вот так вот легко должен рассыпаться. Но не пересушенный. Если пересушенный грунт, то я раньше делал на одной емкости, наливал немножко воды, вот, но вот с количеством воды некоторые очень ошибались, и потом мне писали, что часто переливали грунт, и потом семена не всходили. Поэтому если грунт у вас очень сухой, его лучше предварительно немножко увлажнить, до такой консистенции, как я вам сказал. Ну что, приступим к посеву. Вот, собственно, семена я посеял, увлажнил. Верхний слой дополнительно, чтобы они во влаге находились. Но весь грунт, он у меня не мокрый, довольно-таки-то воздухопроницаемый. И вот этим теперь грунтом нормальным мы сверху присыпаем где-то сантиметр. Высотой присыпаем семена. Немножко надо эту землю уплотнить, но чуть-чуть, буквально, вот так вот, ложечкой. Как бы выровнять даже, чем нажимать. Не надо нажимать, то есть ее слишком. А просто выровнять, вот прикатать это называется. Все, семена мы посеяли. Теперь надо емкость убрать в пакет, чтобы грунт не высох и все поставить в теплое место с температурой 25-30 градусов до того времени, когда они прорастут. То есть, когда мы увидим буквально петельки. Вот в этот момент его, главное, не прозевать. Надо быстро вынуть емкость и подставить под яркий свет. Все, убираем. Это первый, самый простой способ, который я использую до сих пор, когда именно сею свои семена. Но на протяжении многих лет я стал выращивать все больше и больше разных сортов. Мне очень часто присылают семена и присылают очень много семян отовсюду. Также я стал использовать не только собственный грунт, но иногда применять и покупные грунты, что делает большинство огородников. И мне пришлось уже немного усложнить и применять всевозможные дополнительные вещества, дополнительные препараты для того, чтобы, даже если семена не очень качественные, даже если грунт не очень хороший, чтобы как бы сгладить какие-то возможные недостатки и того и другого, и все равно вырастить более надежно качественную рассаду, то есть качественные сеянцы. Я применял всевозможные на протяжении многих лет, пробовал разные стимуляторы, как собственного изготовления, так и приобретенные в магазине. И вот каждый год что-то, пытаясь новенькое, в том году испытал биокомплекс целый, большой. То есть пришел немножко к выводу, что все равно одним каким-то препаратом, например, применить АКЧЕ, вот я применял фитоспорин, применял еще какие-то стимуляторы всевозможные. Но одним каким-то препаратом очень трудно добиться, чтобы как бы был более-менее нормальный результат. Поэтому все равно приходится применять несколько препаратов. И вот как раз биокомплекс тут, в принципе, подошел, потому что он состоит из многих уже препаратов, где есть и стимуляторы, где есть и подкормка, где есть и улучшитель почвы. Вот. И как бы здесь есть и защита семян, и также защита в дальнейшем растениях от всевозможных заболеваний. Итак, второй способ. Это способ посева с применением биокомплекса или с применением каких-либо любых других стимуляторов и других препаратов. То есть для, еще раз хочу сказать, того, чтобы сгладить возможные недостатки. Если вы приобрели семена, приобрели грунт, и вы не уверены на 100% ни в первом, ни во втором, все равно какие-то недостатки надо сгладить. И это нам поможет. Вот. Я на данном этапе буду как раз использовать биокомплекс для рассады. Что нужно сделать, если применять именно его? Нужно вот сначала составить вот такой вот раствор для замачивания семян. Он у меня состоит из воды. Здесь находится 100 грамм воды, 50 грамм суспензии холеры, по одному миллиграмму это биогумат. Сюда также 1 миллиграмм экстракта хвои. Это тоже в качестве стимулятора. Очень неплохо. И 2 миллиграмма серебромедин, который очень эффективно помогает от всевозможных грибковых и бактериальных заболеваний. Рассады, корневых всяких болезней и так далее. Вот такой вот растворчик. Вот он у меня здесь есть. Я его приготовил. И в нем я замачиваю семена. Вот я уже замочил семена. Их надо держать недолго. То есть это где-то держать от 3 до 6 часов. Но в среднем где-то 4-5 часов. Вот они у меня есть. Они должны просто пропитаться как бы вот этим составом. Но не прорасти. Не должны проклюнуться. Теперь рассмотрим как улучшить грунт. У меня много видео разных как улучшить покупные грунты. Но сегодня я хочу сказать, как как раз использовать биокомплекс для того, чтобы улучшить грунт для посева как рассеянцев. То есть грунт надо просеять. Он должен быть просеянный. Мы увлажняем его таким способом. То есть берем воду. Мы в воду добавляем биогумат. Буквально на пол-литра 2 мл биогумата. И вот этим раствором увлажняем сухой грунт. Вот что я и сделал. Потом на 2 литра грунта где-то добавляем 1 ложечку гиадомита садового. Дальше технология самого посева в точности такая же, как и в первом варианте. Все, семена мы разложили. Буквально немного вот этим составом, в котором замачивались семена, сверху буквально их сбрызнем. Также сверху присыпаем грунтом нашим. Чуть-чуть прикатываем и в пакет. И так же убираем в тепло. Вот это два способа, которых я до сих пор применяю. И разумеется, если мы сажаем много разных сортов, то обязательно каждый сорт нужно посадить в отдельную емкость. Поскольку схожесть у разных сортов и сроки даже в схожести могут быть разные. И один сорт у вас может взойти, если вы посадите в одну емкость. А второй сорт рядом, который посеян, еще не взойти. То есть у вас будет дилемма. Вам нужно выставить обязательно на солнце, на свет емкость. И второй сорт может не взойти, потому что почва может подсохнуть, и семена могут подсохнуть. То есть каждый сорт в отдельную емкость, это уже как аксиома, если мы сажаем несколько сортов. Поэтому каждая емкость должна быть подписана, пронумерована. Согласно списку, который у вас есть, список сортов, я вот делаю так. У меня список сортов, каждому сорту присвоен номер. И уже потом номер наклеивается на вот эту емкость с сеянцами. И в дальнейшем этот же номер клеится на уже отдельные горшочки, куда пикируются сеянцы. Вот, пожалуй, на этом сегодня все. До свидания, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok